Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала. Сегодня мы посмотрим игрушку, которая была портирована с PS3 и Xbox 360, которую увидела мир 24 мая 2012 года. Это Dragon's Dogma Dark Horizon. Замечательный RPG слэшер, сделанный Capcom. Собственно 24 мая она увидела мир в Японии и 25 в Европе. Замечательный слэшер, замечательная RPG, я люблю такое, с открытым миром. Ее сравнивали с Oblivion. Собственно она выходит на PC 15 января. У меня сегодня 13, я смог скачать ее с торрента, но скорее всего я ее куплю, если она не будет стоить больших денег, как это любят. Разработчики полагают на реализацию ее на ПК большие, большие надежды, потому что от этого зависит выход второй части. Ну что ж, давайте не буду много рассказывать. Я уже немного попробовал, я очень хотел ее поиграть на ПК, но прохождения на канале не будет. Да, конечно. Так, сложность нормальная. В другом месте, в другой жизни, другое дитя и человек был обречен на путь. Или был благословлен на этот путь. Собственно менюшка точно такая же, как и была в оригинальной игре, собственно. Ага, спасибо. Чем-то напоминает Dragon Age, кстати. Есть собирательство, по-моему даже есть и какой-нибудь крафт. Собственно оригинальная слэшерная боевка, как видите все кнопки подсвечены. Ладно, пойдем. Собственно, вот эта вот мразь, это наш главный антагонист всей серии, собственно. Да-да-да-да-да, конечно. Дракон. Камень призыва пешек, так называемых, наших помощников. Мы можем ходить одновременно еще с тремя помощниками, собственно, всего 4 человека в пати, как в Dragon Age. Нам выпали стандартные, собственно, помощники. Маргана, это Sorcerer. Собственно, как тебя зовут? Salt, это танк. И, собственно, Queens, это лучник. Собственно, я только что показал, как должны воздействовать, ну то есть, а вот, видите, он его схватил. И, собственно, с ним покончили. Сейчас попробую еще раз показать, собственно, вот это вот такое взаимодействие между, собственно, мной и моими напарниками. Это первый босс. Это было все в демке, в демонстрации игры. Своё время. Ладно, пойдем, поможем тут человеку. Райзен, это такой избранный. Как бы, я не помню, как оно переводится. Собственно, как вы поняли, графика, ну... Если вы тут будете искать современные графики, то забудьте, это все-таки порт с PS3 и Xbox 360. Ну, игра чем-то даже напоминает Dark Souls, поэтому в нее определенно стоит поиграть. Вот, как вы видели, он ее схватил, а я ее добил. Это Мориган нас... Или Моргана. Моргана нас пробафает. Все это было. Сноу, Харби. Ты слышишь, Харби, шом? Ага, то есть, вот видите, он научился ее провоцировать. Огонь на них очень хорошо действует, наш маг нас бафает. Такой вот вроде простенький слэшер, собственно, с напарниками. Я не знаю, может тут прикрутили полноценную... Полноценную, собственно, систему мультиплеера. Ага, открылась. Собственно, рыцари прибежали, нам на помощь. Ну, ты не совсем того, кого надо, пробафала, но тем не менее. Это пока все в качестве такого активного обучения. Собственно, мы собираем всякий мусор, типа, вот, атер, это мусор, materials, tools. Вот, собственно, такие вот приколы. С них можно крафтить зелье, их можно просто так жрать. Вот, собственно, есть отдельные зелья на ману, то есть, ну, если ты маг, то тебе на ману. Как видите, стандартное обучение начинается с 20-го левела, поэтому, ну, все неплохо. Пока что тут нету ячейки эквипа. То есть, мы не можем посмотреть, во что мы одеты. Ну, вот и босс, собственно, да? Да, именно так. Это гибрид. Льва, козла и змеи. Отвратительное создание. Так, яд. Валим. Сейчас яд развеется. Вперед, вперед. Все. У него есть вот такой вот рык дурацкий. Как вы видите, мы можем залазить на него наверх. Там вроде нас неплохо хилят, поэтому... Есть. Снейк готов. И коза тоже готова вроде бы, нет? Мы можем на него вылезти, как вы видите. Все. Козел готов. Обычный слэшер, как вы видите. Довольно динамичный. Ох ты, сволочь. На него надо залезть. Валим, он нас слипать умеет. Бафай. Втанковал. Опять втанковал. Хорошо. Все, хана ему. Красавчики. Развалили. Теперь, собственно, выбери, будешь драться, или исчезнешь в небытие, или как-то так. Я не понял, что это было, то есть, как это оправдали. Собственно, вот такое вот обучение. Было написано, что в другом мире, да, ну, какая-то параллельная реальность, или, может быть, это прошлое, или будущее. Ролики мы будем все скипать, потому что арабы, арабы такие. Собственно, конструктор персонажей. Мэл. Персонаж мужского пола. Так, и, собственно, у нас есть выбор клички. Кличек не так много, но по алфавиту хватит. Адонис. Барбара. Берри. Собственно, пролистать вниз мы не можем, как и вверх. Это все доступные клички. Демейн. Дент. Игл. Неплохо. Сейчас выберем что-то такое. Ханга. Идл. Джек. Прикольно. Но все равно что-то пока не то. Так. Маг, Макс, Магнус. Вот, Магнус. Собственно, билд. Тут мы можем их настраивать, но я выберу, пожалуй, уже готовый какой-нибудь. Сейчас посмотрим все, да, чтобы вы видели. Пожалуй, кого-нибудь вот такого вот, да. Тест. Зывой. Вот, первый тип мне подходит, в принципе. Да. Не будем особо заморачиваться. I'm ready to play. Собственно, история наша начинается с того, что мы, обычный человек, который жил в обычной рыбацкой деревушке, и вдруг с неба пришло нечто невообразимое. Вот, собственно, наш главный герой. Честно говоря, такое чувство, что графика даже времен PS2. Ну да ладно, не будем об этом, ибо игру красит именно сама задумка, а не графика. Одного глаза, как вы поняли, у нашего героя нет. Слушайте, слушайте, не говорите, что не слышали. Присоединяйтесь к гвардии и помогайте нам бороться с этими, с какими-то бистами, то есть с какими-то тварями. Привет, привет. Че там случилось? Ну, кто первый мужик на этой деревне, а? Дракон. Добро пожаловать почти что в Скайрим. Только тут дракон это реально серьезное дерьмо, а не какой-то плюшевый мишка. Огромная мразь. Кстати, музыка тут великолепная в этой игре. Я ее выключил, потому что к ней предъявляют претензии. Игнил. Прилетел. Вояки, блин. Непонятно, что случилось с землей. Да ладно. Меч. Хватай меч. Мы будем драться. Мы будем драться. Нужно держаться под ним. Собственно, любой дракон. Но, как вы видите, мы даже не пробиваем его шкурку. А он нас ушатал с одного удара. Но, судя по всему, это древнее опасное существо поняло, что мы можем с ним сражаться. Это древнее опасное существо. Непереводимая игра слов. Еба. Он вытащил сердце. И раны затягиваются моментально. Сожрал. Отныне мы неразрывно связаны с этим драконом. Добро пожаловать в Dragon's Dogma. Добро пожаловать в Dragon's Dog. Он говорит о том, что мы не победили. Добро пожаловать в Dragon's Dogma. Добро пожаловать в Dragon's Dogma. не знаю как это все реализовано на самом деле потому что я смотрел только начало игры когда это давно давным давно когда игра только вышла вот но я помню что она отличная из-за того что у меня собственно не было и нету иксбокса или ps3 так выбор специализации fighter страйдер и мэйдж собственно на выбор 3 первоначальных класса то есть мы можем потом создать естественно и рыцаря который дерется при помощи щита и меча но использует магию какую-то саппорта да допустим страйдер этот этакий лучник даггер видите саган праймари и секондарь вэпанс то есть у него праймари это даггер и вторинное оружие или факт второстепенная это лук и собственно маг который пользуется чисто двуручными этими господи посохами ставками но файдер файтер у нас это sports and shields поэтому я пожалуй возьму файтера или все-таки нет все-таки файтера нравится мне играть за такого рыцаря этот вряд ли что сможет сделать тем более я не особо люблю целиться такого рода играх то есть портированных вот собственно мы выбрали нашу специализацию нормально не нравится она говорит про то что наше сердце молчит что раны затянулись моментально но сердце не бьется злая магия возможно работа какого-нибудь проклятия скорее всего он связан с этим драконом добра это нам не принесет скажи мне если что-нибудь поменяется или изменится привет ты должен быть в кровати я хотела бы чтобы ты не вставал что ты то есть ну блин неважно я волнуюсь за тебя коз почему коз непонятно почему коз пошла нахуй так ладно собственно тут можно воровать все из-за это нам ничего не будет насколько я помню инвентарь тут не ограничены поэтому можем нести абсолютно все какого-нибудь очень проработано проработанного сюжета я тут тоже не видел поэтому увы и ах да ладно просто само нахождение в этом прекрасном мире это уже замечательно я думаю звука можно уже добавить кстати ну собственно как то так думаю так будет намного лучше и вам немножко будет слышно даже музыку надеюсь за это меня не засудят что ж пойдем тут можно заходить практически во все дома собственно нести все что попадется под руку ломать все коробки все вот такие вот глэки урны или как хотите это называете графика конечно конечно графика на данный момент уже устарела по сравнению с 2012 годом это было уже не очень таки хорошо но тем не менее это было все еще неплохо морковку давайте спиздим морковку да с таким подходом к игре мне собственно надо было брать даггера вора простите пожалуйста я не хотел я хотел только сломать эту беду собственно первый квест который мы получаем это поиск травы которая нужна для лечения ладно пойдем к сожалению пока русификатора нет все эти квесты ну довольно таки сложны для восприятия но тем не менее так как там это делается вот квесты нужно найти 5 квестов пойдем 5 квестов 5 цветов как вы поняли это наш новый соратник первый напарник а легион пешек собственно тот человек с которым ты говорил он из легиона пешек они пришли из какого-то неизвестного места то есть они довольно такие странные странные люди не человек не люди определенно но они не хотят короче они по сути ничего про них не знают это наш первый компаньон собственно уже в такой игре круг собственно тут должен быть вход по идее вот в какую-то дырочку куда-то спуститься там а афу хиа бесполезная херня собственно которая не работает давайте поднимемся поднимемся сюда поищем может быть тут что-нибудь полезно есть но нет мне так не повезет поэтому ладно как вы видите далеко не во всех собственно ящиках что то есть я думаю нам стоит выходить уже отсюда я думаю не упомянули что я не могу это когда прибыл я это к я я что я Деньги там, припасы А припасы это всегда хорошо На самом-то деле Но что-то пока Вот видите, и он что-то поднимает То есть он полезный Он даже с кролика что-то упало То есть шкурка Давайте-ка пойдем через лес Куда же вы, кролики? Гоблин Ох ты, скотина Но он меня втащил нормально Это хилка Давай отхиль меня до фула Спасибо Собственно, как вы поняли Полностью жизни не восстанавливается Для того, чтобы они восстановились полностью Нам придется Отдохнуть Собственно, выспаться Вон еще гоблины Френдли файр отключен И это хорошо Так, давайте сбегаем По-быстрому Тут меня только учат Собственно, бою Хотя я с драконом уже подрался Пошли вон В мрази Собственно, мы спасли обычного прохожего И он нам выдал Шмотку Какой-то камень Почему он А, вот почему он подсвечивается Собственно Мы можем даже вот Взять, например, как-то Да стой ты, сука Вот, и выкинуть его, например, туда Но нет, я так делать не буду Пойдем Пойдем еще осмотрим этот замечательный лес А, да Собственно Нам выпала новая шмотка Где она там? Накидка И вот тут отдельное Вот такое вот меню эквипа Как видите, оно Поднимет наши статы Ну, поскольку Собственно, накидка у нашего Мага уже есть Я эту возьму себе Ломай все Собирай все Вот, собственно Мы набрали в пустую бутылку воды Это неплохо Он уже там пошел И камни собирать И всякую срань Сундучок Давай, давай Он, как вы видите Забафал наше оружие Это не дурно Но Для вот таких вот боев Собственно Это Ну, ни о чем Что я тут могу сделать Собственно, я хотел забрать меч Но Почему-то это невозможно Да ладно Пойдемте-ка еще пройдемся Тут Там еще один гоблин Смотрю Обитает Вот еще цветы Собственно, квест выполнен Боевка тут интересная Кстати, мне она Довольно-таки нравится Какой-то джуз подняли Так, давайте-ка еще Травки Какой-то Пособираем И, собственно Двинемся до следующего Лагеря Чтобы он уже у нас Хотя бы был Открыт На этой дороге Нам встречаются Только гоблины Ну, собственно Это для того Чтобы освоиться С управлением Собственно С боевой системой Управление Довольно простое И неплохо Перенесено На, собственно Клавиатуру То есть ВСД Пробел Контрол Это Праймари скилл Альт Это у нас Секондари скилл Собственно Все завязано На переключении Альта и контрола Это довольно-таки Неплохо Внизу там тоже есть У нас ящики Мы можем пойти там Посмотреть Может что и найдем Но Я Не думаю Что стоит на это Тратить времени Да Вот эти вот бочки Они взрываются Лучше их не трогать Когда я первый раз Вот, собственно Смотрел игру То есть я Проделал тот же самый путь Я Насобирал где-то Около пяти тысяч Тут Две восемьсот Не знаю Собственно Ну, ну, рандом Чем-то мне Это все счастье Напоминает Готику А Готика Это Отлично На самом деле Все игры Которые напоминают Готику Они Отличные Собственно Военный лагерь Он говорит, что знает путь Говорит, что мы не шли за ним Он, собственно, тут, по идее, этот рабочий камень Что-то там я не успел прочитать, но да ладно Давай Посмотрим, что за камень Если вы Человеческая Мы хотим быть в Аризонах. Хорошо, хорошо. собственно нам нужно разведать местность статус собственно тут мы можем посмотреть на наши статы посмотреть на наши скиллы как что используется заметки там какие-то собственно у этого парня мы можем отдохнуть за 300 монет change equipment собственно тут мы можем поторговать с ним это наша старая одежда вот это нам больше всего подходит а это я так понял просто хранилище да 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 это просто хранилище ну давайте-ка возьмем как раз таки то что то что у нас есть потому что это нам определенно пригодится жди-ка секундочку 9 6 8 7 да я пожалуй возьму вот эти вот обмотки пускай будет оружие у нас тут к сожалению ничего но это собственно хранилище как я понял да а это что а это на продажу там ну то да да жиротву продавать не будем шкурки кролика продадим ведро и метлу соответственно что еще можно продать давайте-ка морковку продадим но это так собственно чтобы посмотреть как работает эта система я так понял купить можно я так посмотрю это у нас армор только для ну не только для вот именно для мага и для лучника это для всех классов подходит можно посмотреть детали да можно посмотреть и детали ну собственно это у нас продажа всякого рода айтемов к сожалению оружие у него нету я бы сменил свое оружие ладно нормально собственно выучить скилл у нас есть 250 это мы получаем эти очки за собственно поднятие левела по-моему комбо скиллы мы пока не можем никакие выучить давайте вот это вот возьмем как раз таки за 250 блин страйк так вот собственно выставили пока больше ничего нету да ладно на щит тоже пока больше ничего нет вот так собственно и выставляются скиллы давайте отдохнем остаться тут до утра собственно на этом все давайте-ка выдвигаться хотелось бы показать вам больше о каком собственно звере речь ребятки но все ломанулись как не в себя поэтому давайте-ка и как вы уже поняли собственно когда мы отдыхаем наши напарники отправляются на какие-то другие задания и собственно приносят какой-то определенный лут вот как видите он там травки нам принес это не очень плохо но это нормально неплохой такой бонус в качестве отдыха в игре есть определенный мультиплеер то есть мы можем обмениваться этими пешки ебать циклоп циклоп это прикольно ох ты твою мать я пошутил я пошутил иди в жопу ты ж конченый давай на меня спасибо рук ты и и и и и и и и и он капец какой толстый конечно рук давай о до кончай уже с ним ну готов дай-ка я пойду посмотрю чё там с него осталось то хоть собственно тут довольно таки ну как вы уже поняли всего лишь консольная такая вот менюшка report the rift давайте-ка вот это вот выберем я не понимаю как выбрать пока что мейн квест ну да ладно не будем этим заморачиваться давайте-ка сдадим вот это вот вот так вот вот так вот так то есть я доказал что я собственно избранный вот этот а райзен теперь мы можем создать своего компаньона да хорошо собственно давайте-ка создадим женщину имя у нее будет мира ну к примеру да а ник будет эмм пэт билд у тебя ого вот этот билд мне определенно нравится но самая красивая пожалуй на мой вкус вот эта вот девушка вот так голоса пускай будет такой тут мы можем как видите настраивать отдельно ее тело но это нам не нужно собственно это настройки поведения персонажа эмм железная воля да быстрое мышление давайте-ка тут выберем да потом статичью утипажите блог страйк за стронки ст убить убить всех врагов собственно как вы видите эти варианты влияют на ее характеристики давайте-ка будем выбирать вот самые такие да и класс у нее пожалуй будет стрелок стрелок даггер вот собственно наш первый компаньон мы ее создали сами также в процессе игры собственно когда мы будем прибывать в таверну мы можем настраивать ее поведение более в полной мере так сказать салют салют спасибо спасибо я буду за вас точно так же как и вы будете за меня оправдаю ваше доверие ребята мы обязательно победим что ж дорогие друзья всем спасибо за просмотр с вами был марс ставьте лайки подписывайтесь обязательно для тех кто еще не подписался пишите свое мнение по поводу игры всем спасибо всем пока до новых видео спасибо спасибо пусть мы acceptаем